приветствую вас на еженедельном обзоре wall street онлайн и с вами Миша Лемах приступим на этой неделе были отчеты по процентным ставкам которые касались непосредственно Китая и Российской Федерации обе оставили на том же уровне это из событий которые были на этой неделе также на следующей неделе нас ждут события в понедельник достаточно много на востоке будет празднований в Гонконге праздник двойной девятки вот такие необычные есть праздники и в Новой Зеландии День труда также в понедельник отчитаются Германия по индексу делового климата айфи он и в целом решение по процентной ставке Канады это будет в среду запасы нефти по США это в 17.30 тоже в среду 28 октября и в четверг одно из важных событий это Германия по ну доклад Японии по кредитно-денежной политике изменение количества безработных по Германии и США ВВП третий квартал вот ожидается прям вроде как 30 процентов в сравнении с прошлым минус 30 уже очень сильный скачок но это еще не с не все события вот именно в четверг еще будет решение процентной ставки евро центробанка 1545 поставьте себе напоминание начинается все с 1155 Германия потом идет 1530 США и 1545 евро центробанк в общем четверг будет очень горячим я думаю там будет волатильность скачки в движение в обеспеченном значит пятница у нас будет еще в ВВП Германии за третий квартал ожидается что и из минус 9 и 7 процентов они выйдут на 7 тоже неплохой скачок для таких сверхдержав на один процент отклонения от предыдущего показателя уже такие прям негодование и реакция происходили а тут прям скачки где такое можно еще увидеть ну и в субботу будут еще отчеты по Японии и Китаю но не супер существенно это событие которое ждут нас на следующей неделе двигаемся дальше итак начнем мы с СНП вернее СНП вот итак давайте посмотрим ликвидность которая сейчас по декабрьского контракта 278 279 тысяч и сегодня прям скуденько 146 перед выходными я думаю сильно не желали рисковать и оставлять какие-то очень мощные позиции значит по поддержке которая еще с 12 числа у нас так и остается не тронуты все не могут никак 39 55 как заколдованные не пытались даже атаковать хотя уже третий день стоят вот на этой неделе на этом уровне и ликвидность пока снижается я думаю что близится 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 день выборов и я вам покажу кстати забыл показать слайд том в конце обзора покажу на относительно отчетов крупных сделок то есть те кто инсайдеры грубо говоря там президенты компании сего разные владельцы больших пакетов акций они отчитываются по четвертой форме ну в общем там очень большой еще лист непосредственно шертов там покупок очень мало со стороны крупных покупателей или же продавцов по акциям там прям совсем даже такие есть акции как делал видео и так вот она ситуация по ликвидности в целом по объемам у нас пиковый день был 21 числа новый декабрьский контракт буквально вот на этой неделе как раз раскачали но в принципе они особо пока я и я так думаю не определились потому что по дельте у нас активность мощная была 19 числа 3 2000 контрактов причем на прошлой неделе даже под четыре с половиной были шерты это диапазон сопротивления так и остается у нас для мониторинга он в принципе еще актуальной так как 20 числа буквально сняли в стопике еще добросили немножко на сорок один и семь заглушку то есть поставили все точки над и и что стоит обратить внимание что четвертый день на этой неделе вот непосредственно на этот диапазон я думаю точно стоит обратить внимание здесь достаточно вот немножко неправильно выделил вот активно байеров торгуют то есть по дельте это вот слева вы видите средств по объему а справа это дисбаланс по дельте агрессор на покупку на продажу также обратите внимание на максимумах трех дней даже четырех очень частенько такие активисты на покупку появляется но ценник на минимуме неделю поэтому здесь либо будет сброс топорей 39 8 39 6 и потом поход на север либо все-таки будут дальше идти на снижение по открытому интересу два дня без изменения вот снижение по позициям но закрытие позиции было 21 числа и понедельник вторник тоже там особо без изменения но вот среда естественно за счет своей волатильности была такая достаточно подвижная и некоторые явно не выдержали и вышли сейчас посмотрим срез по ликвидности за неделю вы возьмете ядро значит ядро смело можно брать 41 по 40 с половиной это ядро текущей недели итог смотреть почти под миллион оборот и дельта общая за всю неделю 1300 контракт на на покупку то есть у нас почти неделя все четыре дня идут вроде как бы на снижение но три из двух вернее три из пяти дней open close на продажу очень мощная кпд в среду прям девяносто девять процентов открытие закрытие носителя всего коридора на short и дельта все равно идет общая суммарная на покупку так что может быть непосредственно такой небольшой сюрприз возможно следующей неделе итак пиковая 465 то максимальные торги были по этой цене стоит еще также посмотреть на срез по дельте давайте посмотрим где жители и 400 контрактов разместили берем точно рекомендую взять коридор вот непосредственно это средств именно этой неделе то есть вот здесь вы увидите средств всего контракта и прошлого прошлой недели позапрошлой а это самый свежий вот диапазоны байеров и соответственно по селлером 2 часа немножко транспорта коммунитивная дельта снизу будет отображаться непосредственно как увеличивалась эта дельта общая по за неделю значит важные уровни ну я бы точно взял на сопротивление так как ценник у нас 39 8 вот эти два уровня на сопротивление это 44 по 48 с промежуточным 46 тут на покупку идет очень такой трехтиковый мощный выброс байеров в целом нужно дождаться хотя бы как минимум чтобы байера вернули на свой коридор диапазон 42 по 40 40 это их коридорчик тут байеры в принципе 40 15 по 40 с половиной они тут неплохо потрудились только вот одна цена 40 с половиной там 40 55 если не ошибаюсь 17 и 40 45 там около 1197 контрактов это вот по сопротивлению которые могут быть проблемы а вот а вот дальше у нас получается 41 тоже штука и здесь тоже начинается практически плотненько байер и повторно 41 45 но опять же ну желательно дождаться чтобы они вернулись вернули цену хотя бы на свой на 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 свое поле битвы так что вот такие итоги это было сия дальше двигаемся евро и так по евре код есть интересные моменты и это текущий контракт гекабрьский давайте начнем с ликвидности по 200 200 тонн были у нас в начале контракта обороты сейчас почти 180 и это пиковое значение на этой неделе на прошлой неделе как видите было намного меньше объемных дней но 170 пиковая а здесь идет плотно то есть вот этот рост в принципе встретили неплохо и вполне могут удержать цену посмотрим как они справятся с вот этим уровнем сопротивления которые сформировали еще в начале контракта 1825 по 1865 данный диапазон сформировали за счет открытия контракта здесь были достаточно неплохие шерты потом еще до загрузка шертов на расширение и вот здесь была защита на стыке недель то есть пятница 9 и 13 если не ошибаюсь 12 число еще добавили здесь ну в общем это уже второй подход или тоже 3 вполне могут удержать посмотрим по открытому интересу два дня вот эти которые были нарушения действительно открывали позиции и начали они там ну около 6 тонн вроде притока новых сделок но концу недели обратите внимание зафиксировали больше чем чем начали то есть начали принципе 633 630 и дотянули до 636 под конец недели у нас 2627 соответственно закрыли уже больше чем было открыто открыли на 6 ну соответственно чуть больше закрыли по дельте обратите внимание что есть покупки три дня подряд сейчас мы посмотрим какие дни там именно закрытие было ну здесь как бы вот здесь не зафиксировали это вполне ожидаемо после такого двухдневного такой победы здесь зафиксировали вполне ожидаемо то есть но в как бы в рамках приличия и два дня без изменений то есть там как бы вот это фикс произошел и вполне могут вот эту дельту сейчас показывать именно намерение обратить внимание как пятница рвется на максимум пятницы четверга и там уже недалеко до 5 потолка недели ну и максимума контракта на 1 19 здесь идет плотно сплошняком и такой достаточно плотненький коридор 1895 по 192 это сопротивление можете себе поставить на заметку далее по поддержке я бы рекомендовал вот этот весь коридор 1695 по 176 здесь обратите внимание очень плотно по байрам и это средства на текущего никамберского контракта дальше идем по еще вот рекомендациям по текущей неделе значит срез итог 634 тонны на оборот объем за неделю и 500 и 35 тысяч контрактов 5300 контрактов извините это общая дисбалансировка за пять дней соответственно по предыдущей неделе это было все ну сейчас погрузится подготовка 9000 контрактов дисбаланс был оборот тоже 600 тонн то есть уже вот этот весь шорт который был на прошлой неделе выкупали и соответственно мы уже видим итоговые тенденции вполне могут удержать здесь уровень так и три дня последние идут покупки дальше двигаемся золотом по золоту также покажу вам срез за неделю и пиковая активность была у нас на 21 число пришлось достаточно неплохой прирост позиции был и потом резкий обвал причем закрыли до уровня 14 октября то есть вот 444 к ну соответственно неплохой получился сброс посмотрим сейчас по объемам значит оборот набирали вот росту вроде бы встретили позитивно но четверг всем всего использовал соответственно и ликвидность пришлась на четверг очень пиковая пятница опять же не ушла ниже четверга и это очень такой хороший намек на то что очень по золоту любят вот видите 4 пятница стоят видите пятница не пробивает четверг и понедельник уходит прямо именно понедельник частенько такие можно увидеть события четверг пятница пятница не уходит понедельник выстреливает то есть и это достаточно регулярная закономерность и золото есть своя специфика банки очень любят если не ошибаюсь в пятницу тарица перед выходными слитками а потом уже понедельник и скидывают соответственно здесь у нас получается пятница очень слабенькая по сейчас мы склеечку берем тельта покупки были 20 числа 4 тонны дисбаланс из кожи по дисбалансировки была ситуация 8 октября в итогово пошел еще один день рост и потом реверснули прям вот всех сняли абсолютно и пошел боковичок причем такой плотненький как вы видите значит по пятнице действительно вот идет дельта на больше 40 671 контракт итогово и я бы вам подсказал вот этот уровень взять на заметочку это четверга 1898 вполне могут с этих уровней понедельник уйти выстрелить на покупку также здесь 14 по 17 уровень за счет вот этих многодневных размещений покупок также стоит взять на заметку по сопротивлению здесь очень сильно очень сильно 31 очень сильно 27 и 19 прям вот по 2 под две с половиной по три тысячи контрактов сопротивления очень осторожно с этими уровнями повторно может быть активность плюс здесь диапазон так и не пробили вот 25 по 31 этот весь перформанс они не осилили соответственно может повторно быть проблема с расширением так давайте посмотрим среза неделю и так оборот почти 663 тонны и дельта 36 на покупку итогово принципе закрываем неделю на покупку по диапазонам принципе совпадает буквально чуть-чуть точнее возьмем 200 902 потом плотничок неплохие прострелы идет 907 9010 на покупку и также совпадает восемнадцатая и тринадцатая на покупку вот этот уровень поддержки по сопротивлению здесь как вы видите это вот этот срез всего контракта это непосредственно недели то есть совпадает 27 средств недели контракта по агрессору и тридцать вторая то есть принципе и девятнадцатая кстати вот эти вот 27 19 совпадает и по текущей неделе по активности на стране соляров в качестве сопротивления двигаемся дальше так золото били сиев значит попросили bitcoin про пожалуйста значит крипто трейдеры ликвидность была тоже пиковая как и на золоте 21 числа здесь десяточка оборот был такой был оборот 1 октября 11 тонн соответственно пока не рекорд но все равно неделя на даже вот в сравнении с прошлыми неделями на этом контракте вполне я думаю достойно может ярлык можно поставить как самая ликвидная то есть здесь 6 тонн 5 и 3 5 4 дня не менее 5 тонн то есть таких недель так много было вот две по пятерке 11 ну если пятница еще немножко подтянуло по ликвидности было бы вообще супер ядро этой недели как вы видите 12 70 12 750 по 13 и 50 долларов это вот непосредственно средств этих трех дней и первое ядро то есть тут двух я лидерная неделя ну 2 2 ядра то есть два объемных диапазона 11 600 по 12 это первое ядро в понедельник плюс торник среда уходит на покупку и четверг и пятница стоит в коридоре на обратите внимание что весь след покупок у нас увенчался хороший агрессии на покупку открытие позиции продолжалось до 21 числа и начали это делать но здесь как вы видите покупали прямо снизу с десятки вот как начали покупать передышки делали буквально там один день и снова покупать ну то есть открывать позиции причем безбожно и диапазон итоговый по дельте на покупку как вы видите их очень немало то есть весь коридор с 12 600 по я бы сказал 11 500 смело вот все все даже даже выше да вот 12 600 вот диапазон и 11 600 вот представляете коридор весь нам на поддержке но стоит выделить непосредственно вот этих ребят которые тарились вторник и потом с этих же уровней проталкивали на среду также у вот принципе вот конец вторника вернее верхушка вторника и часть среды непосредственно мы берем 172 контракта 48 29 ну тут очень неплохо давайте я включу сейчас режим buy seller лидер вот столько то есть на той стороне кто больше создал крен байер или seller подсвечивается та сторона обратите внимание на вторник вот больше всего поражает понедельник и вторник особенно вот эта часть то есть абсолютно каждый тик контроль за байером то же самое на средь на среду если взять но пятница менее волатильна скорее всего там фиксировали прибыль ну и начали уже готовиться к выходным праздновать свою победу и прибыль s&p соответственно слайд который вам хотел показать еще вначале сейчас покажу здесь мы видим с вами миллион семьсот было 20 числа чуть меньше в среду ну и идет падение ликвидности к выходным на носу выборы и эти выборы крайне сильно могут повлиять на состояние фондового рынка то есть экономик глобально даже в целом то есть помимо пандемии плюс еще какие-то перетрубации в америке могут сильно создать крен так вот по слайдам я крайне не фанатично но ради общего информационного скана мониторю в там раз в день поглядываю просто один раз там конце дня вот такую информацию то есть топ инсайдер трейдинг за неделю это отчеты то есть крупные держатели пакетов акций отчитываются естественно перед американским государством управлять даже не американским возможно же федрезервом фактически какой какую акцию кто владелец акции и собственно какие операции крупные делает значит бекер там если не ошибаюсь тоже какие-то разработки владелец general electric и нас 417 миллионов шартец обратите внимание сколько транзакции на этой неделе ну вот которая произошла и это не весь лист на самом деле то есть этот лист еще одета на 4 таких окна по сути там в основном именно сэл 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 то есть покупка вот крайне редко попадается одна из круп 30 миллион это вот бам если не ошибаюсь это netflix ведь и вторая позиция netflix тоже скинули сэл 93 миллиона и я выделил такие прям популярные тикеры nvidia procter gamble md netflix и del и к чему это этот слайд в принципе сейчас отображается потому что перед выборами начинают скидывать то что я вам говорил пакеты потихонечку фиксят прибыль и если вы полистаете предыдущей неделе там уже давнее нужно намного раньше начали скидывать и так и по открытому интересу кто регулярно смотрит обзоры тот принципе поймет о чем я потому что говорю касаемо сброса фондового рынка перед выборами перестраховочка так открытый интерес три дня набирали позиции но не критично прям ну вот четверг только соответственно опять же не пускает ниже три четыре десять и четыре дня просто жесткой мясорубки я в принципе этого ожидал на следующей неделе то же самое может быть и единственное вот четверг там будет достаточно плотненько и агрессивно по отчетам и новостям единственный кач может создадут на следующей неделе это все равно перед выборами будут держаться значит плотная дельта на бай в которой держалась наверное сначала октября и до середины октября немножко вот начали тормозить свои покупочки в 21 18 он дисбаланс потом такая же дельта еще слегка и 18 тонн и пятницу фиксируются перед выходными потому что не знаю что за выходные произойдет с этими выборами в общем все сейчас на стри и то есть в курсе и все следят за тем что происходит не только именно внутри америки но и все внешние держатели я думаю тоже там вся планета как бы может участвовать в этом всем событиям и так как вы видите по дельте один день открывают и сразу закрывают то есть здесь как бы можно прочитать то что сейчас даже спекулянты не особо уверены в своих действиях течение дня скорее всего заходят и либо на следующий либо внутри дня закрывают позиции поэтому здесь такая же я называю это рояль то есть белый черный клавиши один день покупают на следующий день дельта на шорт соответственно без без целенаправленного в давлении создается активность то есть просто вот интродэй скорее всего по большей степени это был s&p по уровням сопротивления и средств недели даже совсем забыл значит понедельки итогово получается у нас оборот 7 и 2 миллиона общая дельта 6 8 но опять же когда идет мясорубка боковичок дельта шахтовая это прям это почерк s&p 100 процентов поэтому не факт что они прямо на уйдут на следующей неделе на снижение но по уровням поддержки и сопротивления комментарии у меня есть а именно так по сопротивлению обязательно коридорчик 79 87 3 4 по поддержке у нас есть плотный коридор очень вот на уровне 3 4 28 3 4 38 и 2 последний блокпост это непосредственно на часа этот выберем вот здесь на 3 4 19 последней инстанции то вот там где еще набрали покупок по сути как бы такой небольшой диапазон который можно включить к более крупному диапазон 28 38 это было с нп по сопротивлению также вот если четвертая 41 здесь очень плотно и итогово за контракт и итогово за неделю поэтому будьте убедительны и внимательно следите за сделками ну по большей степени лучше спекулировать в там на протяжении дня или же максимум на следующий день оставлять что динамика меняется очень быстро так объем обороты нельзя сказать прям супер ликвидные но обратить внимание последовательность дней у нас идет очень продолжительная раз два три четыре пять шесть подряд на снижение дельта эти все шесть дней на шорт включительно без изменения вся вся эта динамика и средств недели давайте вам покажу я взял непосредственно не неделю а и именно вот с того дня как начали падать вот сюрприз тот цикл оборот почти 16 миллионов полмиллиона дисбаланс на шорт обратить внимание на средств дельты именно на средств дельта обратить внимание здесь прям очень 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 стараются семьдесят восемь три семерки два нуля по семьдесят восемь сто этот диапазон селлеров и вплоть до вот это единственное ценник которых испортил и здесь тот красивый шорт значит ну если брать так более точно вот три семерки отсюда это по семьдесят восемь двести и потом получается у нас еще один плотный коридор здесь прям вплоть фактически до самого минимума тоже на селлерах то есть байерах вот единственные там пару цен и то скорее всего это так чисто фиксы были так под к этому интересу я вам показывал да открывают позиции по сей день причем вот 2 и 9 почти до трех миллионов оборот и все что вы здесь открыли это открытые позиции поэтому вполне может динамика продлится и в подтверждение моим словам здесь будет информация о спот котировочки этот томик спот по рублю соответственно обратить внимание на спот юизди руб томик с 16 вообще без остановки идет дисбаланс на шорт абсолютный по ликвидности ну нельзя сказать прям пиковая пиковая была вот спекулятивная часть перед октябрем а вот 16 числа даже вот пиковый было где 15 октября получается последние три миллионов до этого тоже три миллиона и три миллиона двадцать второго числа два два дня по три миллиона и дельта на шорт как начала ну в принципе я считаю что с первого с 30 сентября это дельта без вот единственный день это вот те кто тут на шортили у них стопики здесь сорвали просто вот скорее все там вылетели 15 10 и без остановки души и поэтому вполне очень большая вероятность что мы все-таки долг как минимум контрактов неделю через две то мы можем прийти с таким темпом с вами был не шлемок встретимся на следующем обзоре свои вопросы пишите под этим обзором под видео в комментариях буду рад если оцените обзор по качеству в принципе и поставите в хорошо или плохо лайк или дизлайк поделитесь друзьями социальных сетях всего хорошего до свидания пока